Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы рассмотрим работу с готовым приложением ClickSense. После установки приложения запустите ярлык на рабочем столе ClickSense Desktop. У вас откроется окно, в которое ClickSense вам предложит создать новое приложение. Сейчас мы не будем создавать новое приложение, рассмотрим работу уже готового приложения. Нажимаем на крестик и видим наше готовое приложение ClickSense. Откроем приложение ClickSense Workshop. И рассмотрим работу ClickSense на примере данного приложения. При открытии вы видите листы данного приложения. Откроем лист Associated Module. Здесь мы видим набор фильтров и расчет трех показателей. Нажимая на любой из фильтров, он подсвечивается зеленый. И мы видим, что показатели наши пересчитались. Выбранные фильтры вы всегда можете отслеживать в полоске вверху, где они будут отмечены. И вы можете нажать левой кнопкой мыши и увидеть, какие фильтры выбраны в данном пункте. А также есть такая зелененькая полосочка маленькая, которая показывает долю выборки из общей выборки. То есть вся выборка это у нас белая полоска, а зелененькая это, что выбрана, можно сказать, одна восьмая часть. Вот он говорит. Фильтры в ClickSense работают по следующему принципу. Зеленым отмечаются выборки, белым это то, что относится к связанной с выборкой. А серым у нас выделяются не связанные с выборкой показатели параметра. Выберем еще несколько параметров. Вот мы выбрали Австрию. Видим, что к Австрии относятся два города, остальные города подсвечиваются серым. Это значит, что они к Австрии не относятся. А все, что к белым, это значит, что связаны с двумя выборками категория BabyWay и города и страны Австрии показатели. И мы видим, что выбрав два этих фильтра, наши параметры показатели ключевые пересчитались. Значит, рассмотрим данную область. У нас есть возможность также вернуться на шаг назад, на шаг вперед с помощью данных кнопок. Также очистить выборки. Перейдем на лист с графиками. Переход на лист. У нас вот есть такая кнопка в правом верхнем углу с названиями листов. И здесь все наши листы приложения. Перейдем на лист дашборд. В листе дашборд у нас есть несколько графиков, показатели. Нажмем на графики, линейным выберем США. При выборе США у нас мы видим, что другие графики все подстроились под заданную нами выборку страны. И пересчитались показатели. Снимем выбор США. И также на графике мы можем выбрать сразу несколько стран. Для этого левой кнопкой мыши зажимаем слева от графика, тянем, протягиваем курсор. И видно, что мы можем выбрать сразу несколько стран. Мы выбрали несколько стран. Шумаем окей. Все графики подстроились под нашу выборку. На точечном графике мы можем выбрать как слева задать выборку, так снизу. Мы можем уточнить эту выборку. И можем также ввести и уточнить эту выборку руками. Видно, что все наши остальные графики, показатели подстроились под нашу выборку. Очистим выборки и нажмем левой кнопкой мыши на точечный график. Здесь мы видим, что есть еще одна возможность для выборки. Это лассо. Лассо позволяет нам выбрать конкретно несколько точек. Мы нажали лассо и можем выбрать конкретно вот эти точки. Мы выбрали продукты с максимальной прибылью. Мы их выбрали. И все наши остальные графики подстроились под нашу выборку. Также кликсенс предоставляет большие возможности по интеллектуальному поиску данных. Мы можем воспользоваться кнопкой поиск и написать шуз. И видим, что кликсенс нам предлагает из разных полей упоминание данного слова. Мы можем выбрать любое поле и все отчеты подстроятся под данную выборку, под данный параметр. Также можно усложнить поиск. И мы можем задать более сложный поиск, написать сразу несколько слов и уточнить еще годом. Кликсенс нам подскажет, где в каких фильтрах есть подобные упоминания данных слов в отдельности. И мы можем нажать на любой из фильтров. И все отчеты наши подстроятся с счетом трех выбранных параметров. Это категория в данном случае. Название сотрудника, имя сотрудника и год. Отчистим выборки. И помимо поиска есть еще одна кнопка. Это инструмент выборок. Мы можем перейти и видим, что в данном моменте у нас никакие выборки не назначены. Мы можем отфильтровать любые поля. И показать дополнительные поля. Увидеть, какие возможности для фильтрации у нас здесь есть. Можем выбрать несколько категорий. Нажимаем кнопку ОК. И переходим назад на наш лист. И видим, что по двум выбранным нами странам, по двум категориям мы получаем следующую картину. Объем продаж такой, затраты такие, маржа такая. Аргентина продает количество клиентов. Аргентине три количество клиентов. В Австрии два. Также можно перейти на другие листы. И вы будете видеть, что заданные вами фильтры изначально, они и все отчеты будут подстроены под фильтры, которые мы выбрали. Мы можем любой из фильтров убрать и отчеты перестроить во всех листах. Это происходит на лету. То есть, скорость предоставления и визуализация отчетности, расчета показателей, она очень большая. И это очень удобно. Как мы видим, в разных листах есть разные отчеты, таблицы, сводные таблицы, графики. И любое поле в этих отчетах может работать как фильтр. Например, я в таблице выбираю BabyWare и все остальные графики, расчеты показателей, все подстраиваются под выборку, выбранную и заданную выборку. Попробуйте также самостоятельно все это проделать. Поклацайте на все эти кнопки, на фильтры. В следующем уроке мы продолжим рассмотрение кликсенсии, научимся самостоятельно делать графики, различные ключевые показатели рассчитывать, таблицы и так далее.